Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Сегодня, как всегда, посмотрим, что происходит с биткоином и вообще по рынкам в целом. Ребята, еще хочу сказать ввиду последних событий. У нас канал не о политике. Мы против войны в любом виде. Мы за мир во всем мире. Поэтому держитесь, братья наши. Все будет хорошо. Давайте не сраться и не уподобляться пропаганде. Ну что можно сказать? Биткоин у нас с вами с момента последнего видео, который я делал вот здесь, неплохо отскочил. И сейчас, конечно же, технически напрашивается небольшая коррекция. Это 30-минутный таймфрейм. И вполне себе возможно, что мы увидим что-нибудь вот такое перед продолжением роста. Поэтому залетать сейчас на всю котлету в большом плече в лонг точно не надо. Но и в шорт тоже. Если вы, конечно, скальпер, хотите взять небольшое движение, ну поставьте короткий стоп себе. Но будьте готовы, что его снесет. Более длинный стоп тоже может снести, и вы потеряете деньги. И вообще может движение наверх пойти. Поэтому не торопитесь шортить растущий рынок. Отдалитесь лучше и посмотрите, где мы. Да, и к разговору о желтых точках и о том, как они отрабатывают. Желтые точки на китайском Market Cypher. Урок, по которому сейчас появится сверху, обязательно посмотрите. Вот как они отрабатывают. Посмотрите, две желтые точки. Но на 30-минутном таймфрейме, кстати, они еще не обязательно отрабатывают. Они лучше отрабатывают на недельках, конечно. Вот где была первая, вот где была вторая. И вот, посмотрите, мы сходили чуть ниже, но вернулись выше первой и выше второй. Вот как они отрабатывают, друзья мои. В целом, вот они были перевернуты головой и плечи, о которых все говорили. Цель по ним уже отыграла. Так что теперь давайте смотреть. Цель потенциальной коррекции. Куда может нас отвести? Если считать вот это началом импульса и накинуть фипку, то мы можем опуститься, ну как минимум до вот этого уровня, если сейчас продолжим падать. 42 500 и до 38, то есть в 40 900 и до 05, то есть в 39 700 и до 061,8, то есть 38 500, мы можем, в принципе, сквизануть перед полетом наверх. Но это если так натягивать фипку. А если натягивать по-другому, вот от этого лоу, вот этого импульса, и считать, что он завершен. Но это просто мы сейчас как бы, это не значит, что он завершен. Тут более краткосрочные локальные цели. Если мы сейчас будем падать, это 43 000, 41 900, 41 000 и 40 000. Это уровень золотого кармана. Вот, ребята, я бы за ним посмотрел, если мы сейчас вдруг будем падать, я бы подбирал бы всю дорогу вот здесь вот на этой коррекции. Но, естественно, не финансовый совет дисклеймер. Это просто мое мнение, просто как я вижу рынок и что я делаю. Вы принимайте решение сами, думайте своей головой. Отдаляемся на 4-х часовик, видим, что очень бычий расклад. Здесь у нас как раз еще желтые точки не отыграли толком. То есть они только-только начали отыгрывать, посмотрите. И мы глобально нарисовали W. Цель из такого W у нас техническая цель. Примерно на 58 000. Но я, правда, не люблю такой теханализ. Я торгую больше по ощущениям и по ситуации, что вижу, что происходит. Но вполне себе возможно, что мы вернемся вот сюда. Тем более, это предыдущий достаточно сильный уровень, как мы видим вот здесь. Много что происходило. Здесь и поддержка, и сопротивление. Короче, возможно, мы сейчас туда и полетим. И представляете, сколько там шортистов будет ликвидировано. А также, ребят, сейчас, конечно, ввиду непонятки в мире, мы видим, что биткоин начинает отрабатывать как защитный актив. Слушайте, не получилось его сильно продавить. Даже несмотря на то, что начались такие ужасающие события, которые мы знаем, что начались. Еще раз хочу выразить слова поддержки всем, кто попал под этот замес. У нас, естественно, обычные люди ни в чем не виноваты. Ребята, держитесь. Даже не знаю, что сказать. Ну, поэтому и не будем скатываться на это. Просто держитесь, ребята. Мы с вами, мы против насилия, против этого говна. Но канал у нас о крипте, поэтому продолжаем. С трудом сдерживая слезы. Смотрите, что происходит. Повышающийся лоу у нас глобально с вами и повышающийся хай. И это график к доллару, кстати. Если вы глянете график к рублю, я вчера делал об этом видео, позавчера, то тут вообще бычий тузамун. Посмотрите. Тут, правда, понижающийся был пик. Вот здесь вот рубль укреплялся по отношению к доллару. Но здесь у нас конкретно повышающиеся минимумы. И посмотрите, какой тузамун. Биткоин к рублю уже практически переписал свой all-time high. И, друзья мои, с этой стороны у нас с вами все идет по быче. Посмотрите, у нас была огромная медвежья ловушка. Да, всех загнали в шорты. Ну, выгнали из лонгов. Всех заставили забрать прибыль. И теперь вроде как все, пора на тузамун. К рублю-то уж точно. Как по примеру того, что было к турецкой лире. Кто помнит, недавно турецкая лира очень сильно обесценилась. И биткоин уже переписал свой хай. И посмотрите, в каком восходящем канале. Но, кстати говоря, восходящий клин – это медвежий паттерн, который может пробиться вниз, как вариант. Но может и пробиться наверх на обычном рынке. Короче говоря, фундаментально все очень по быче. Потому что мы понимаем, что биткоин – это будущее. Это как интернет в конце 90-х. И раньше имейлы тоже друг к другу слали с трудом. Все пользовались Аськой. А сейчас жизнь без Инстаграма и Фейсбука практически никто себе не может представить. Я, правда, не пользуюсь. Но я без Телеграма и Ютуба, например, не могу представить. Поэтому да. Кстати, сейчас дай бог, чтобы не отключили. Не включили Чебурнет всем, кто в РФ. Не отключили биржи и не вырубили Ютуб. Но пока мы с вами здесь. Ребята, если вырубят Ютуб, используйте NordVPN как вариант. Хороший VPN. Ссылки у меня нету на него внизу, но можете ввести в поиски NordVPN. Вот. И, конечно же, напоминаю вам, что... Во-первых, что у нас есть второй канал, на который почему-то до сих пор подписано меньше половины нашей армии с вами. Проверьте, пожалуйста, подписочку на второй канал CryptoCommons 2.0. Сейчас появится сверху ссылка. Подпишитесь, потому что мы там проводим тоже лайвстримы. Вот недавно провели Криптогон. И переводим для вас кучу полезной зарубежной аналитики. От GlassNote, Бенджамина Коуэна, Кевина Свенсона, Олеси Севарастани, Боба Лукаса, Team Underground и других ребят. Поэтому обязательно подпишитесь, проверьте вашу подписку. Вот. Ну, а по поводу бирж я вам хотел сказать, что наши друзья Femex, насколько мне известно, не собираются блокировать счета из РФ и из Украины. Так что здесь можно достаточно безопасно торговать на споте с нулевыми комиссиями. По премиум подписке, которая стоит там что-то 60 баксов в год, что ли. Ну, то есть, каких-то вообще смешных денег. И вы торгуете абсолютно с нулевыми комиссиями. То есть, если у вас большой объем, вы сэкономите кучу денег себя, если перейдете на Femex торговать на спот. Ну, и также контракт трейдинг, то есть, торговля деривативами с плечом. Здесь можно торговать золотом, что является прекраснейшим хеджем в такие трудные времена. И я сейчас стою в лангах по золоту. Если вы меня смотрите, вы, наверное, знаете. Я уже давно набирал эту позицию. И вот золото начало классное движение. Так что, если вы хотите тоже так делать, то ссылку на Femex вы найдете в описании этого видео. По ней регистрируйтесь, получаете дополнительные бонусы на депозиты. По поводу бонусов узнавайте все в интернете или в поддержке биржи. Какой депозит нужно внести, чтобы получить какой бонус. Вот. И по поводу моего лонга что? Он плавно разгружается. Поставил лимитки. Потому что очень важно, как я всегда говорю, плавно забирать прибыль. Вот вы видите мои лимитные ордера. Небольшими порциями по 5% от позиции. Вот. По 2000 контрактов разгрузки. То есть, это как бы типа шорт ордера. Но я не шорчу. Это шорт. Это значит забрать прибыль. Если вы в лонге, и многие спрашивают, как забирать прибыль частями. Если вы в лонге, ну вот, например, как я, на 40 тысяч контрактов, то вы можете забирать прибыль по 2 тысячи, по 4 тысячи контрактов просто встречными заявками в шорт. И, соответственно, прибыль будет забираться. Так я и делаю. Вот. У меня была поза изначально на 50 тысяч контрактов. Уже часть разгрузилась. И не забывайте, что на выходные золото не торгуется. Поэтому на выходные лучше сокращать свою позицию, дабы не платить просто комиссии. Двое суток. Вот. Ну и по биткоину тоже я здесь держу свой лонг. Также у меня стоят лимитки на частичную разгрузку вот в этой зоне проторговки. Сбросить плечо. А дальше будем смотреть. Вот, собственно, по плану все идет. Из W мы как раз туда и выходим, скорее всего. Посмотрите обязательно урок по бирже Femex. А точнее, урок по ее уникальной фишке, которая отличает ее от Bybit и Binance. Вот туда, куда показывают три стрелочки. Нажмите на паузу это видео и посмотрите обзор. А я хочу с вами поговорить еще немного об ончейн аналитике. Кстати говоря, опять же, вернувшись к нашему второму каналу, ссылка на который в описании, на который вы обязательно должны подписаться. Там наши ребята-переводчики регулярно переводят видосы ончейн аналитики от Glassnode. Они не очень популярные, но очень информативные. Это фундаментальный анализ того, что происходит на блокчейне с биткоином. И сегодня-завтра буквально они переведут для вас свежий видос. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить его. Наш друг Ридван, наш товарищ и коллега Ридван с канала Genesis. Большой ему привет и респект за его работу. Он подключил себе платную подписку Glassnode и делает сейчас сумасшедший фундаментальный анализ. Всем рекомендую. В его телеграмме или в дискорде. Я тоже открыл этот индикатор, который он там показывает. Net Unrealized Profit Loss. Это нереализованные прибыли и убытки. И на самом деле Ридван правильные вещи говорит. Он здесь увидел медвежьи стороны этого всего. Медвежий сигнал. Потому что, смотрите, у нас как бы идет снижение этого индикатора на фоне падения цены. То есть так же, как у нас было с вами в медвежьих рынках. Вот здесь, смотрите, когда мы от пика снижались уже в оранжевую, а потом в розовую зону, капитуляция. И вот здесь. То есть типа идет медвежий рынок. Но есть некоторое ино. Сейчас я вам расскажу. Смотрите. Во-первых, у нас не было еще пика. Не было пика вот такого голубого-синего пика. Эйфория и жадности. Как у нас были в прошлых циклах. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. С другой стороны мы видим тренд уменьшающихся возвратов по этой метрике. То есть может быть вот это было близко к пику. Может быть типа это и был пик. Тем более у нас идет некая дивергенция. Смотрите. Цена идет наверх последние два пика. А метрика идет вниз. То есть это как бы дивергенция медвежья. Но я могу так сказать. Я вижу здесь также и бычу, скрытую бычу дивергенцию. Смотрите. Скрытая быча дивергенция это когда минимумы цены идут наверх, а минимумы осциллятора понижаются. Видите здесь что происходит? Минимумы цены повышаются, а минимумы осциллятора понижаются. То есть это нам говорит о том, что актив более перепроданный при более высокой цене. Это называется скрытый бычий дивер. И на моей практике это отрабатывает лучше, чем обычный бычий дивер. Потом опять же смотрите, у нас была уже капитуляция с вами на коронадампе. Даже две капитуляции было вот здесь и на коронадампе. Но не было еще опять же пика эйфории. Поэтому я что думаю, что если сейчас этот скрытый бычий дивер отыграет и биток улетит куда-нибудь на 50 с чем-то тысяч, то лично для меня это подтвердит бычий сценарий. И это все окажется огромной медвежьей ловушкой. Но если мы увидим слабость рынка и все начнет падать дальше, то редвана кажется прав. Это будет достаточно ранний медвежий сигнал, ребята. Потому что невозможно было предсказать вершину ни здесь, ни здесь. Никто вам не угадает так. Несмотря на то, что все индикаторы были перекуплены. Знаете, в бычьем рынке индикаторы долго сохраняют перекупленное состояние. И вот прямо сейчас, когда я это записываю, смотрите, начался проливчик небольшой, биток пошел в коррекцию. Ну то, о чем мы с вами вначале и говорили. Что на локальном таймфрейме мы вполне можем себе увидеть небольшой откатик этого движения. Перед продолжением роста. Поэтому, друзья, смотрите, что нужно делать. Нужно быть готовым ко всему. Сейчас можно ловить откат. Например, если вы уже в лонге отсюда, можно частично разгрузиться и частично догрузиться здесь, если вы верите в бычий сценарий. Но будьте готовы ко всему. Так-то манифлоу, смотрите, на 4-х часах у нас развернулся в зеленую зону. Это такая же ситуация, как была вот здесь. Что было после этого, мы с вами видим. Соответственно, да. С другой стороны, вот здесь манифлоу тоже у нас разворачивался в зеленую зону. И после этого был мини-памп. И дальше мы пошли вниз. Поэтому, ребята, сигналы смешанные. Буду с вами откровенен. Да, у нас тут есть локально повышающийся минимум. Двойной одно с повышающимся минимумом – это хорошо. Но на биткоине, на самом деле, чаще даже двойной одно с понижающимся минимумом – это хорошо. Потому что это является медвежьей ловушкой. И после этого мы сильно отскакиваем. В любом случае, ребят, наклонное сопротивление мы с вами пробили. Отретестили его как поддержку вот здесь вот. И на красивом манифлоу сейчас разворачиваемся. То есть, я думаю, что как минимум технически сильный отскок куда-нибудь на 50 с чем-то тысяч нас сейчас ждет. А дальше будем посмотреть. Дальше все будет зависеть от настроения толпы. Если здесь никто не будет верить в рост и все продадут, то, скорее всего, мы полетим to the moon. Ну, может быть, с каким-то откатиком, но в целом туда. А вот если здесь залетит куча хамячья в лонг, то, может быть, нас еще помурыжет, ребята. Вот такой вот у меня сегодня анализ рынка. Фандинг смешанный. Хочется отметить еще раскорреляцию фондового рынка и крипты. Вот у нас биткоин оранжевая линия, NASDAQ синяя. Как вы можете видеть, наконец-то происходит раскорреляция. Ну, пока она длится всего 2-3 дня. Но интересно будет посмотреть, как это продолжится дальше. Я давно говорю, ребята, о том, что фондовому рынку пора как бы уже и в медвежку. Потому что у него не было еще ни одного медвежьего рынка за всю историю биткоина. А у биткоина их было уже 2 полноценных. Так что я жду декорреляции фонды и крипты. И пока мы видим, ребята, что реально в условиях неразберихи золото, серебро и биткоин с некоторыми другими криптовалютами показывают себя достаточно неплохо. Так что, друзья мои, аккуратненько откупаем просадки, ставим стопы, ставим теки, ставим лайки. Подписываемся на этот канал, если вы еще не подписаны. Подписываемся на второй канал обязательно. Все ссылочки в описании. Держим лонги. Вот мои позиции на байбет. Плавная разгрузка, плавная догрузка решает. И помните, что синусоида возможностей всегда дает заработать, если не торопиться на этом рынке и всегда иметь какие-то деньги. Потому что, если вы будете на всю котлету торговать, вас по-любому в какой-то момент смоет и вы все потеряете. Поэтому не бойтесь забирать лосей иногда. Вот у нас есть некая такая синусоида возможностей. И вот он момент, где нужно входить. И вот он момент, где нужно выходить, если мы говорим о лонгах. И вы никогда не заберете все движение. Не нужно пытаться поймать точное дно и точный верх. Это невозможно сделать. Ну, либо это просто будет случайная удача. Но взять вот, грубо говоря, вот это движение или вот это движение. Понимаете? Взять вот такой вот диапазон этой синусоида всегда очень даже вероятно, когда вы видите подтверждающие знаки. Либо когда вы набираете долго-долго позицию, как делаю я. Если вы набираете всю дорогу позицию, у вас средняя цена входа становится очень хорошая. И вы в итоге забираете часть этого движения. И очень важно поэтому плавно разгружаться. Также, потому что вы не знаете, до куда дойдет цена. До сюда. Или вот здесь развернется. Поэтому у вас уже должна происходить плавная разгрузка. Именно поэтому я и ставлю вот такие вот ведра, которые исполняются автоматически. Даже если я сплю, гуляю или где-то езжу. Или чем угодно еще занимаюсь. Вот что. Руками вы никогда не выйдете. Вы будете сидеть на пампе, вы будете вам хотеться купить. А на дампе вам будет хотеться продать. Это человеческая сущность. А надо делать наоборот, ребят. На дампе покупать. На пампе продавать. Все гениальное просто. Трейдинг это не сложно, если его не усложнять. Вот. Все ссылки в описании. Лучшие биржи. Рабочие обменники. Хорошие кошельки. Наш телеграм-канал. Чат. Наш второй канал. Полезные видосы. Аналитика, графики и все остальное. Так что, друзья. Всем профитролей. Мирного неба над головой. И скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»